Здравствуйте, дорогие друзья! Я Анатолий Семёнов и, как всегда, в эфире программа «Город ТЭС». Хотя год культуры уже завершился, но, слава Богу, на земле Самарской продолжаются мероприятия вот в этом русле. И, я считаю, наиболее яркие происходят, конечно, когда в них вовлечены дети. Дети талантливые, разного возраста. И вот о мероприятии подобном этому мы сейчас поговорим с моими сегодняшними гостями. Итак, дамы и господа, представляю Елизавета Смаркалова, директор детской школы искусств номер 8 в городе Самара. Здравствуйте, Елизавета. Здравствуйте. И давайте вдвоем мы сейчас представим вот этих вот наших московских гостей. С удовольствием. Представляем. Итак, справа, получается, налево, да, педагог, знаменитый музыкант. Удивительный человек. Удивительный человек. Очаровательно, я уже это вижу. Мирослава Марченко. Или она разрешила ее называть миром. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, далее пошли детишки. Детишки пошли. Это у нас Анастасия Барабанова, да? Я правильно произнес, да? Ты уже в четвертом классе. Да. В четвертом классе детской центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории. Да. И вот дальше идут представители этого же великолепного, знаменитого учебного заведения. Это у нас... Симон Каркулиди. Симон Каркулиди. Удивительный музыкант. Удивительный, да. То, что я видел, конечно, меня потрясло. И... И Александра Стычкина. Стычкина. Александра, приветствую тебя. Очень веселые глаза и прекрасно играешь тоже. То, что я видел и слышал, так же меня удивило и потрясло. Ну, добро пожаловать в студию. И хорошо, что вы здесь в Самаре. Три дня продолжалось это мероприятие, насколько я понимаю, да? Да. Вы впервые в Самаре все, да? Впервые. Впервые. Ну, я надеюсь, что не в последний раз. Не хочется. Хотя там такая межсезонная, но тем не менее. Вот вам слово, Елизавета. Вот, насколько я понимаю, у вас, ваша Радуга проводит подобные мероприятия довольно часто, да? Вот я показываю на камеру программы предыдущих, а вы комментируете. Школа большая, и, конечно, она не стоит на месте, она развивается. И, знаете, несмотря на то, что интернет-пространство дает огромные возможности, ничто не может заменить вот такого живого творческого общения. И то, что мы видели вот за эти три дня, это, конечно, поразило всех. Проект существует уже третий год, работает, и мы приглашали много разных специалистов. Но вот в этот раз, наверное, это было какое-то удивительное такое вот такие впечатления. За три дня ребята дали четыре концерта с разными программами, конечно. При этом они всегда улыбаются, у них всегда веселые, счастливые глаза. Они не жалуются ни на что, на то, что они устали. И, конечно, вот благодарность огромной педагогу, который их воспитал. — Вопрос педагог, который их воспитал. Мира, вы удивительный музыкант, вот то, что я видел, я могу об этом уже судить. Как вы считаете, почему так сложилось, что вы стали еще и педагогом? Вы могли музицировать, могли конструкторировать, так многие делают, но вы педагогикой занялись. Почему? — Так сложилось, так действительно сложилось, потому что я не собиралась преподавать, я собиралась именно играть абсолютно, потому что были получены лауреатства на пятом курсе. Но так сложилось, у меня умирал мой учитель школьный, и он хотел передать кому-то свой класс. — Он и передал. — Поскольку я последние годы ему уже помогала, так получилось, что я была в это вовлечена. Но я не могла бросить исполнительство. Это было сложное решение, но я стараюсь вот по максимуму, чтобы не бросить. — Ну, здорово. — И это помогает. — Помогает и вам тоже. — Это помогает мне, да, потому что... — Ну вот мы сейчас посмотрим небольшой видеофрагмент из мастер-класса, который Мира Марченко давала здесь у нас в Самаре буквально совсем недавно в рамках этого мероприятия нынешнего, о котором мы сегодня говорим. Мы смотрим и возвращаемся потом в студию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Спасибо огромное, Мира. Твое искусство воодушевляет, конечно. Вот давай, мы может, наверное, начнем с самой юной нашей, да? Твоей, собственно, да? Да, мои. Да. Итак, самая юная здесь, из присутствующих, из присутствующих здесь дам, это Александра, да? Я Настя. Анастасия, да, Анастасия, извини. Ну, я первый раз с тобой, с твоим вижу, да, Настенька? Вот тебе 11 лет. Да. Ну, у тебя уже за плечами, как, собственно, у всех остальных, уже шли побед, немалых побед и концертов великолепных. Что тебе за это время, пусть ты всего в четвертом классе, что тебе запомнилось больше всего? Ну, у меня все, все концерты запоминаются, и я была в этом году на трех конкурсах. Они мне тоже очень запомнились, я познакомилась с многими людьми очень хорошими, и, ну, нашла новых друзей. Я даже не могу так ответить, весь год был очень насыщенным. Ты говоришь о 15-м уже? О 14-м, да? О 14-м и о начале 15-м тоже. Ты считаешь, что твоя, ну, называем уже вещь своими именами, твоя музыкальная карьера развивается удачно? Как ты считаешь? Да, думаю, что вполне. Угу. Ну, это самое главное. Мы по старшинству, мы идем дальше. Итак, Александра. Значит, мы сейчас, конечно, покажем что-то из вот ваших произведений, вам исполненных, да? Но, тем не менее, в догонку своей подруге, что ты можешь еще сказать? Вот что тебе дал ушедший год, 14-й? Ну, наверное, вот конкурс, на котором «Астана пьяна пэшн». Вот он мне очень тоже запомнился. Он где проходил? В Астане. В Астане, да? Да. Ты там что, какой приз получила? Вторая. Вторая, да? Вот. И там еще тоже друзей нашла. И вот сейчас я тоже буду выступать на конкурсе «Крайнего». И там будет выступать тоже девочка, которая там заняла первую премию. Получила первую премию? В Астане? Да. Ну, вообще, у тебя кроме Астаны еще были ведь и другие зарубежные, да? Выступления. Где это было? В Грузии. В Тбилиси прямо, да? А в Берлине? В Берлине тоже, да. И в Венгрии. Ну, вот видишь, сколько у тебя уже тоже багаж. Мы были очень интересные фестивали. Да? Очень интересные, да. То есть такие престижные, интересные. Насколько я знаю, да, если позволите, потому что она скромничает. А там был фестиваль в Германии, который посвящен детям. Это опять же наша тема, когда собираются взрослые музыканты, и концерты проходят в 9 часов утра. И они, эти взрослые музыканты, и там была приглашенная Саша, вот, они исполняют для DCA, и дети имеют возможность пообщаться. Они спрашивают, на каком инструменте вы играете, почему вы на этом инструменте играете, вообще историю инструмента, почему вы вообще стали музыкантом. И вот Саша в таком фестивале принимал участие в утренних концертах, а вечером они играют уже на взрослых площадках, уже как бы вечерние. Ну, давайте подарим нашим телезрителям немножко искусства наших детей, да, Мир? Да, с удовольствием. Итак, ну, первой у нас пойдет Анастасия Барабанова. Россия, Москва. Смотрим. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, Анастасия, я воодушевлен, я тебя поздравляю, ты большая умница и большой молодец. Что ты, что бы ты могла, какого композита ты могла бы выделить из своих любимых самых? Я понимаю, есть программы, есть какие-то пожелания педагога, но вот лично для твоего сердечка маленького, кто ближе всего? Вот, мне нравятся Моцарт, Шопен, Бетховен тоже. Вот, наверное, это самые любимые композиторы. А у Бетховена что? Ну, у Бетховена сонаты мне нравятся. И концерт первый до мажорной тоже очень красивый. Хороший выбор. Блестящий. Переключаюсь на Симона, на единственного мужчину сегодня среди наших московских гостей. Симон, я когда смотрел твои выступления, меня поразила твоя эмоциональность. Это у тебя от Бога, от родителей, от Солнца. Я так понимаю, фамилия не случайная, да? Фамилия греческая, наверное, да? Да, фамилия греческая. Вот откуда, вот откуда это Солнце, да? И темперамент. Ну, оттуда, наверное, то количество мозгов, которое у меня есть. Вот. А так темперамент, его еще можно взращивать вообще. Ну, конечно, конечно. Чем мы занимаемся все время. Что тебе, как ты настраиваешься на выступление? Неважно, это фестивали, конкурс, это международный какой-то концерт. Как настраиваешься? Я всегда, всегда вижу вот в исполнении что-то божественное, всегда на этот лад настраиваюсь. Всегда поэтому смотрю вверх. Угу. Не потому, что я кривляюсь, а потому, что я действительно вижу что-то в этом такое. Угу. Вот. Поэтому. Спасибо. Очень искренний ответ. Не возражаешься? Сейчас мы послушаем небольшой фрагмент номера нашей Александры Стычкиной. Да? Я думаю, мой выбор из твоих произведений тебя удовлетворит. Слушаем, смотрим. Субтитры подогнал «Симон» 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 Опять возвращаемся в студию. Итак, мне показалось, или я ошибаюсь, что очень многих из вас, ну, здесь не все же, не вся ваша команда, пять человек вообще приезжало, да? Очень многое объединяет с нашим знаменитым Спиваковым. Я с ним близко тоже знаком, правда, здесь у меня в студии пока не был, но еще не вечер, как говорится. Вот на какой почве вы сблизились, и почему столь велико участие ваших учеников в мероприятиях фонда Спивакова в частности? Ну, наверное, опять же, близость темы, да, поскольку Владимир Теодорович подвижник невероятный, и его фонд, в котором работают Екатерина Романа Ширман и Петр Ильич Гулько, которые совершенно невероятные вещи делают для детей, они не могли, наверное, каким-то боковым зрением не заметить моего энтузиазма и моих страданий по поводу поиска площадок для детей, чтобы это был какой-то контакт. И для меня неважно было, это будет просто какой-то дом, где дети с проблемами, с болезнями, или это будет общеобразовательная школа и так далее, и мы давали очень много концертов. И постепенно как-то появились такие дети, которым понадобилось больше. И, естественно, они стали их приглашать в другие площадки, в другие залы, уже более престижные. И затем возник Владимир Теодорович, поскольку у него есть ежегодная программа «Москва встречает друзей», и ему нужно было, он все отбирал, отбирал, не мог найти себе солистов для конкретного выступления, с конкретной программой, с его оркестром. Ну, это, естественно, бешеная ответственность, да, огромная работа. Они обратились ко мне, я привела ему этих двух очаровательных девочек, и еще одну, которая у меня не приехала, ну, была недавно в Самаре, Варвара Кутузова. Я привела ему эту тройку с тем репертуаром, который он попросил. И так у нас сложились отношения с оркестром, поскольку они все их полюбили, и теперь они в разном порядке, в разных местах, все время, значит, исполняют доказы Владимира Теодоровича с удовольствием. Я, естественно, с удовольствием над этим работаю. И вот таким образом мы движемся еще в этом направлении. Ну, там есть и сольные, и оркестровые выступления. Ну, вот очень важный был, в частности, у Саши концерт 31 января в зале Чайковского в Москве, где был полный аншлаг, не было билетов. Девчата, подхватите тему, которую вот ваш педагогу. А Спивакове пару слов. 18 января следующего года я буду играть с ним концерт Бетховена целиком. Фантастика. В большом зале концерт. Меня с собой возьмешь? Да? Мы вас пригласим, постараемся. Молодцы, молодцы. Хотя я обычно стою за сценой, потому что билетов не бывает. Ну, его в Самаре тоже очень любят, и всегда тут аншлаг, даже перьяншлаг. Мы сейчас послушаем фрагмент номера в исполнении Симона. Как, насколько он темперамент. Пока я рассказывал, вы увидите это воочию, и возвращаемся потом в студию. КОНЕЦ 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 — Ну и так у нас как бы уже выходим на финал передачи. Вот прекрасно эмоционально прошли эти дни в Самаре ваши, да? Каждый по паре слов о приеме, который вам был здесь оказан. — Ну вот мне показалось, что публика была очень теплой и очень хорошо воспринимала, и очень бурно хлопали, и даже в конце концертов весь зал вставал. — Даже? — То есть вообще такую публику редко где встретишь. — Тебе виднее, Симон. — Ну, во-первых, нас очень хорошо кормили. Я ничего не о чем говорил. — Это мужская тема. — Вот единственное, жалко, что у нас не было времени, но это нету ничьей вины. Нас не поводили достаточно, как хотелось бы, по самарской природе. Вот мы были только в центре, но опять-таки не было времени. — Ну да. — Так мне очень понравилось, ни на что не могу пожаловаться. — Александр? — Мне тоже очень понравилось, и очень теплый прием, и вот очень приятно, когда так принимают хорошо, и вот. — Спасибо, друзья мои. Я сейчас хочу небольшой показать фрагмент нашим телезрителям. Ну, во-первых, работа, опять же, вашего педагога на мастер-классе, и потом, как вот эмоционально все у вас происходило прощание с нашей публикой, очень, конечно, такой, ну, гостеприимный, дружелюбный, и которая вставала, как сказала Анастасия, да, кричали «Браво!» и «Ура!» Посмотрим, и там уже выходим на финал. Анастасия «Браво!» Анастасия «Браво!» Анастасия «Браво!» Анастасия «Браво!» Анастасия «Браво!» АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Друзья мои, почаще бывайте здесь у нас в Самаре. Ваши очаровательные глаза, конечно, сожалеют о том, что покидаете Самару. Я думаю, в следующее посещение Симон может посмотреть Самару как следует по-настоящему. И вам тоже, наверное, это удастся. Я думаю, вот модератор этого всего, Елизавета Смаркалова, директор детской школы искусства номер 8, она позаботится о том, чтобы эти мероприятия продолжались и дальше, и дальше, и дальше. Тем более, они имеют такой успех и такой общественный резонанс. Привет, Москве. Спасибо. Вам спасибо за ваше искусство. Спасибо большое. Мира, вам особый поклон за ваших детишек. Спасибо огромное. Это изумительно. Берегите своего педагога. Она богиня, конечно. Спасибо вам. Итак, я напоминаю, что сегодня был разговор о вот таком чистом, ярком празднике, который подарил Самаре детская школа искусств номер 8 «Радуга». Следите за рекламой, следите за такими мероприятиями, где блистают наши талантливейшие дети. Не только из Москвы, конечно, но и из Самары, из Петербурга, из других городов нашей необъятной, талантливой страны. Всем спасибо за внимание. Слушайте хорошую музыку. До свидания. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!